Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи. Александр Баранчук. Начало дня. Так, пока называется эта передача. Надеюсь, со следующей недели она будет называться по-другому, поскольку есть новые проекты. И наш коллега Александр Баранчук из Рязани уже с нами. Александр, приветствуем вас. Добрый день, коллеги. Добрый день, Игорь Николаевич. Давайте посмотрим, чего сегодня интересного есть. Поделюсь тоже своими определенными мыслями и движением, как говорится, далее вперед. Давайте. И обязательно упомяните, как вы пережили сегодняшнюю ночь, все вот эти события вчерашнего дня, сегодняшнего, резкие колебания. Ну, там пока особо такого резкого не было уже прямо. Я ожидал, честно говоря, что будет больше. Видно хорошо. То есть для вас движение золота за день больше 100 долларов, 115 долларов в одну сторону. А, по золоту, кстати, даже я его и не смотрел, честно говоря, вчера, да. Я больше там смотрел за нефтью, потому что нефть была, на мой взгляд, интересная. И я прям так сосредоточился. Ну, я понял. Да-да-да, я понял. Все-все. Вам слово по тем инструментам. Да, конечно. Давайте посмотрим, значит, собственно, начнем с нашего рынка, естественно. В целом, после выборов, в принципе, как бы честно скажу, что я ожидал, что рынок еще бы подсел, как говорится, даже вот пониже, да. Но вот пошло движение уже наверх. Я думаю, что если мы смотрим в более долгосрочной перспективе, то хай в 130 тысяч мы в ближайшее время тоже добьем. И далее пойдет наверх, именно далее восстановление, что называется. Вот. Поэтому, как глобально, я, как сказать, я за рост. Если локально сегодня смотреть, ну, возможно, определенный шорт, но, я думаю, недалеко, может, в район 120 тысяч. Впрыгивать я сам здесь не буду, пока не планирую. Вот. У меня сегодня задача немножко другая. Я сегодня буду заниматься расчетом портфеля, потому что сейчас можно кое-что добрать. Собственно, пока. И, собственно, вот этим буду заниматься. Но, в целом, если по спекуляциям, ну, в район, может, 120, 120-500, как бы, определенным движением вниз может пройти. Примерно так недалеко я бы рассчитывал. Вот. Вот. Но, в целом, глобально именно за рост на РТС. По сберу, по сберу, в принципе, картинка-то, на самом деле, похожа. Думаю, что хаи по фьючерсу, там, 23-500 мы тоже в ближайшее время обновим. Это вопрос просто времени. Вот. Я думаю, даже за это, да, за эту неделю, возможно. Вчера тоже был хороший рост достаточно. Сейчас посмотреть именно локально. Мол, чисто по картинке. Думаю, вполне. Сегодня даже, ну, пойдем дальше. 23-20. 23-200 мы свободно можем взять. Вот. Здесь, если честно, больше именно за рост смотрю. Ну, в РТС, понятно. Шорты, в общем, могут связаны быть, корреляция с этим, с валютой. Валюта. Сейчас дальше-то не дойдем. Тоже интересно. В интересном месте находится. В общем, в Сбер я бы присматривался именно к возможным блангам, если так вот недалеко спекулятивно взять. Чисто так вот три дня. И фьючерс на... этот, на Сишка, да? Ну, Сишка, на самом деле, можно было бы даже войти уже. Вот. В район 76-500 было бы, хоть очень было бы неплохо. Вот. Но как-то это я не входил. Повторюсь, опять же, сегодня у меня по плану немножко другая задача. Вот. Ну, по плану, думаю, что вполне дальше возможен на рост. Может, даже в 77-500 мы можем прийти тоже в ближайшее время по Си. Вот. Падения я пока не вижу. То есть я думаю, что именно за рост. Если посмотреть, то в рост. А Газпром. Газпром примерно похожа на ситуацию, что и со рынком, что и со Сбером. Вот. Но он чуть, как сказать, послабее выглядит, что называется. Вот. Его бы я сегодня как бы не трогал. По нефти. По нефти. Вчера-то очень интересный день на самом деле был. Очень интересный. Удалось на фьючерсах, как говорится, нормально зайти. Нормально поработать. Как раз вот в обед, что называется. Я примерно вот в этом месте заходил. Вот. И удалось выйти. Вот. Фактически. Здесь я вышел на этого большой свечки. Он дальше не стал держать. Вот. Это по фьючерсам получилось вчера. Сегодня, я думаю, в принципе, тоже нефть у нас пока консалитируется. Больше, я думаю, тоже за лонг. Больше за лонг и, я думаю, вполне она может отрасти. Далее. Может даже в район 44. Вот. Но думаю, что можем тоже к обеду ее посмотреть. Может даже и сейчас там видеться достаточно с коротким стопом. Вот. Ну, в общем, нефть я бы посмотрел тоже в лонги. Вот. Итого, получается, резюмируя. Я бы оставил, наверное, два инструмента. Сегодня таких самых, на мой взгляд, интересных. Это нефть присмотреться к лонгам. И фьючерс на Сбер тоже присмотреться к возможным лонгам. Вот. По рынку в целом, как я сказал, что именно в перспективе, да, если посмотреть, даже может за ближайшую неделю, я думаю, рост продолжится. В принципе. В принципе, поэтому, как говорится, я бы наставился за лонги, собственно. Ну и, как говорится, дальше набирать в портфеле. Вот. И как раз я, наверное, с этого месяца, вот, собственно, исполняется определенная, так скажем, мечта. Перехожу также и на американский рынок и буду включать в портфель, ну, через питерскую биржу, в себе именно американские акции. Возможно, и ETF-ки некоторые. Вот. Касательно долгосрока, как раз сегодня буду заниматься расчетами. Вот. На, так сказать, счете у инвесторов я, в принципе, уже определенное действие сделал. Осталось теперь свой подтянуть. Получается, как бы, уделяющийся больше внимания на портфеле, так скажем, других людей. Вот. Ну, вот, получается, как говорится, спокойный, хороший, уверенный результат. Есть, и, как говорится, там, не требуется делать каких-то именно выпендрежных действий. Просто спокойная, планомерная работа. Ну, и, соответственно, и, как бы, спокойная награда. То есть, к чему, собственно, я и, можно сказать, стремился. То есть, именно мне вести портфель прямо, скажем, нравится. То есть, хоть он и падает там, когда-то бывает, да, определенные действия тоже делаешь. Путина растет, но, как говорится, это в разы проще, если, например, кто еще не, в тему данную, еще не думал, но еще, может быть, не заходил. Вот, крайне советую, обнаружьте для себя реально непаханное поле работы и очень много всего интересного. Вот, как-то так, может быть, вопросы. Да, Александр, спасибо. Давайте остановим демонстрацию. Да, сейчас. Александр, у меня вопрос. Вот вы сейчас рассмотрели российский рынок. Говорите о том... А можно камеру чуть-чуть поправить, а то у вас... А, она как-то вверх, да, там... А, вижу, вижу, сейчас мы сделаем. Чуть-чуть, а то у вас голова уходит вниз. Вот, вот, трогая. Да, замечательно. Александр, вы говорите о том, что, значит, вот российский рынок смотрели, теперь занимаетесь больше американским под клиентов. А что Forex? Совсем как бы в сторону уходит у вас? Вот робот ваш, Цельберг, другие темы. Вот роботов я буду запускать, наверное, тоже на этой неделе. В принципе, можно попробовать. Но это как бы такое прямо вот направление, что называется, ну, самое, наверное, так сказать, слаборазвитое сейчас будет, потому что, ну, на фондовом рынке денег больше, возможности тоже, как их применить больше, риску, соответственно, меньше. Как говорится, особенно если мы в долгую смотрим, работаем, то есть там 20-30 годовых, в принципе, ну, как бы прямо не напрягаясь, в принципе, ну, как бы, можно сделать, наверное, любой. То есть мы, опять же, применяем даже если не к доллару, а к рублю. Ну, как бы, получается, за счет еще возможно ослабления курса и рубля, соответственно, у нас доходность вырастется, и мы берем что-то, ну, через национальную валюту рассчитанную. То есть это вполне доступно, это, ну, как говорится, там даже не нужно быть там супер-мега каким-то крутым и так далее. Просто делаешь систему расчетов и просто, как говорится, даже можно не смотреть на график, а именно, ну, заняться расчетами. Я понял. Нет, Александр, я ни в коем случае тоже, знаете, вас прицепить к Форексу или убедить им заниматься. Нет, нет, я понимаю, что у вас сейчас идет новый проект, клиентов вы набираете под этот проект, естественно, вы будете им заниматься. Тут я вообще всегда считаю, что надо идти по деньгам. Если клиент заинтересован в этом, значит, то и вы этим и занимаетесь. Завтра придет клиент, скажет, вот у меня 100 миллионов рублей на Форекс, вы, естественно, скажете, да, не вопрос. У меня будет много. Пока, кстати говоря, вот именно, что вот такие крупные ребята заходили, вот они, если слышат слово Форекс, они прямо вот бегут туда вот подальше, вот просто, как бы слово, как не упоминай Форекс в Суе, как можно сказать, целая заповедь. Понял. Нет, нет, здесь оно, Александр, все по-разному. У всех есть люди, которые приходят только Форекс, есть приходят только не Форекс. Тут даже и думать об этом не надо. Вот вы, у вас клиент, значит, ориентирован, получается, на американскую фонду больше. О, замечательно, работаете с этим клиентом. Я просто для себя уточняю, чтобы мне тоже ориентироваться по этой ситуации. То есть, допустим, робот-цервер, который мне, кстати, очень нравился, я больше спрашивать не буду, но понятно, раз вы его отложили, то и что, как бы. Ну, как бы, я его запущу, но он так будет работать, так скажем, ограниченное, что-то там делать, как говорится, ну, чтобы чисто тоже статистика бежала определенная. Вот. Ну, именно такой накопительный эффект, то есть, как говорится, потому что сейчас я тоже общался с разными людьми, в принципе, кто вот этими роботами занимался, там, ну, как бы, даже больше, чем, может, и я. В целом, как бы, как сказали, что, как бы, интересно идет на вклад у людей, в принципе, понятно, сейчас много очень продуктов появляется и на фондовом рынке, как говорится, там, чего-то тиньков один стоит, да. Вот. Когда они еще и срочную секцию подключат, собственно, вообще ценой не будет. Только фондовая пока что есть, да, там, да, можно, при желании, плечо подключить, но, как бы, немножко бессрочного рынка, там, или какая-то ограничена, но, тем не менее, я думаю, что они это сделают, и они вообще будут, наверное, топ-1 по брокерским услугам у нас здесь в России, в принципе. Им не хватает только вот срочки подключить, на мой взгляд. Я понял вас. Ну, тут логика есть в этих словах. Я всегда говорю о том, что вот эти крупные банки, которые шли в брокерский рынок, им же очень просто работать, им даже маркетинг не нужен. Просто сидят их работники-менеджеры, звонят клиентам банка и говорят, нажмите кнопочку в личном кабинете, зарегистрируйте брокерский счет и торгуйте с нами. Все. Им не нужен ни Trade TV, ни Smart Lab, ни Finverse, никто им не нужен. Все. Вот они напрямую работают на клиента и все. В этом плане, да, абсолютно с вами согласен. Но там тоже, так сказать, ну, знаете, такие быстрые деньги, они тоже, ну, понятно, чем заканчиваются, поскольку люди не обучались нигде, понажимали кнопочки, все потеряли и ушли с рынка совсем. Поэтому это, ну, мы понимаем, да, что когда человек теряет, не изучив, когда человек заходит на рынок, ничего не изучив, понятно, что результат очевиден. Вот, поэтому тут тоже есть свои пределы, вот. Но то, что факт, то, что они занимают на себя многое, забирают много потенциальных клиентов, это очевиден. И, на мой взгляд, просто, ну, эта волна все-таки пройдет, и через некоторое время наоборот будут спросы. Сейчас у Форекса, чтобы вы представляли, в этом году самые большие расставы в клиентской базе, чем за всю историю Форекса вообще в принципе. Если брать с 71-го года, 50 лет условно, да, то в истории Форекса не было такого количества роста, как сейчас, в этом году, в 20-м году. Не знаю уж почему, ковид, за, так сказать, домашний карантин, или кто-то повлиял на эту тему. Но то, что часть, так сказать, решает не заниматься Форексом, а заниматься американской фондой или российской фондой, это прекрасно, потому что все, наши люди умеют все, в том числе Александр Баранчук. Александр, поняли вас, спасибо вам за эту идею, что мы теперь знаем, так сказать, точно каких новостей от вас ждать. Так что я предлагаю со следующего выпуска, чтобы вы касались своих обзоров и американской фонды, то, которое вы делаете под своих клиентов, ну, чтобы как бы еще дополнительно привлекать людей, показывать, что вы занимаетесь американской фондой. Как вам такая идея? Ну, можно попробовать, как раз я планирую провести расчеты определенные, то есть отобрать хотя бы сектора, потому что это важно. Ну, и в целом тоже будут потихоньку там это, что-то выгружать, что-то показывать. Результаты тоже есть, они интересные. Да, 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 прямо давайте с понедельника начнем. Хорошо. Здорово. Ну, и Артема, кстати говоря, я приглашаю, напишите, может, чтобы он зарегистрировался. Да, он, конечно, он будет, как раз вернется опять в свой город, он сможет нормально выходить в эфир, у него есть камера, у него есть, как говорится, для этого все, что нужно. Все, так что пусть он пришлет регистрацию, я ему, значит, дам собственную ссылку его, и он будет у нас третьим в эфире, с удовольствием все обсудим. Это будет замечательно, я вообще двумя руками за, когда несколько человек в одной передаче, это всегда интересно. Поняли вас? Ну что, друзья, тогда объявление, которым мы вас интриговали, всю эту передачу, я даю ссылочку в чате. Это новый проект Александра Баранчука и команды, дополняю, чтобы вы понимали, просто вы знаете наилучшую силу Александра Баранчука. Ви Вей Клаб называется. Можно зарегистрироваться, посмотреть установочные ролики. Я вчера посмотрел, очень подробное, интересное. Александр, сразу давайте начнем вот с чего. Как вы видите, там очень амбициозный спикер у вас выступает, планирует сделать проект международным, большим, он уже международный, у вас есть иностранцы в проекте. Как вы видите, вот для рядового инвестора, чем этот проект может быть интересен? Я сразу приглашаю вас посмотреть с точки зрения рядового инвестора, который нас сейчас смотрит. Ну, прежде всего, на самом деле, если мы посмотрим в целом рынок доверительного управления, в принципе, в чем есть основные определенные сложности, да, именно для людей, которые, там, дают деньги, например, в ДУ. Словность в том, что сейчас зачастую они либо переводят деньги на чужие счета, да, или, как бы, там даже бывает, не будем касаться, там, псевдодоверительного управления, это какие-то хайп-проекты, да, то есть там риск достаточно высокий. Здесь же, например, для людей есть готовые решения, они могут воспользоваться именно на своих собственных счетах, то есть просто как следует именно указаниям, которые им будут приходить, например, в Telegram, а впоследствии уже именно в свое созданное нами приложение, где они смогут именно проводить расчеты определенные, там, грубо говоря, собирать портфели под, как говорится, именно профессиональным руководством, да, то есть, как говорится, под свои суммы, под свои задачи. Также там будут и обучающие материалы касательно как портфельного управления, так и, в принципе, общего финансового менеджмента, они уже, в принципе, готовы, да, чтобы можно было, собственно, человеку, вот, ну, условно говоря, научить именно работать с деньгами, выстроить систему финансирования портфеля, да, что называется, потому что это тоже многогранная, на самом деле, тема, потому что, например, если у человека есть деньги сразу, да, определенную сумму, то есть стратегия, как ее засунуть в время, так называемых, сразу грамотно. Если, например, у человека нет даже капитала, он может потихоньку, понимаете, там, прям классическим таким своим основным инвестированием, в принципе, выйти на, меняем инвестиционную доходность, а используя основным инструментом, там, где там акции, где фонды, например, собирая потихоньку-потихоньку это все накапливая, да, грамотно. Также там будут материалы, посвященные и спекулятивным тактикам, определенным работам на фондовом рынке, да, именно берем именно американский, да, там, как и пампы будем рассматривать, да, ну, не дамбы, а будет на интро-дре определенные вещи, да, там, на открытии рынка, ну, собственно, что я делал и на этом. Ну, на России, в принципе, это, ну, идентично там с акцией, можно работать. Вот, то есть там, в принципе, такой будет разный спектр. Будет также и, собственно, индивидуальная работа, там, для решения, может быть, специфических задач, в плане чего, в плане, например, накопить деньги, там, например, на крупную какую-то покупку, да, грамотно именно составить индивидуальный портфель, там, включая не только инструменты фондового выработка, но и, например, недвижимость. Или, например, на законных основаниях, чтобы не спрятать деньги от третьих лиц. Как раз есть тоже такие люди, например, тоже вот, не буду называть ни именной, ни фамилией, человек просто, как говорится, там, у него со своей семьей не уйдится, где-то, как говорится, берет, разводится с женой, и, собственно, не хочет светить деньги. То есть такие тоже бывают. Вот, то есть, на самом деле, тема денег, на самом деле, очень многогранная. Вот, по, также для крупных инвесторов, собственно, можно будет стать членами именно нашего фонда, где там полное управление употребляется именно рынок, именно фондовый, американский, как раз у нас, там правильно вы сказали, открытое юрлицо, раз, все как надо, по закону, уже можно, собственно, подключаться. Вот. Так что, в принципе, проект, он решает еще две задачи, арбиток и преумножение денег. Но пока, если мы говорим только о определенных финансовых продуктах, как готовые решения, так и, как говорится, решения, чтобы обучить им на всему грамотном, потому что и результаты есть, и у меня есть, что показать, собственно, как это, что это. Так и, собственно, все грамотно организовано. Впоследствии будут добавлены многие еще другие продукты. Мы будем сотрудничать обязательно с разными спикерами, с разными людьми, кто компетентен в своих сферах, реальные трейдеры, которые могут реально научить классно спекулировать. Есть трейдеры, например, занимаются условно грамотным построением опционных конструкций, потому что эта тема на самом деле такая. Реально там много расчетов, если прямо брать опционы, не просто, я даже использую чисто там лонг-пол, а именно вот такое. Это уже, соответственно, на следующий такой уровень. Добавление и физических товаров определенных, потому что и, например, других, например, страхования жизни, брендовая, то есть сейчас как раз это тоже приготавливаем, и цель у нас такая глобальная, реально, это создание собственной определенной экосистемы. Вот, поэтому всех желающих, всех интересующих, я тоже приглашаю посмотреть, приглашаю к сотрудничеству. Можно пообщаться, я, в принципе, всегда доступен в Телеграме, вот, по всем вопросам, да. Поэтому, на мой взгляд, надо именно двигаться, потому что сейчас, на самом деле, приду я, например, поработаю в Денечном ТЭф, там люди видят графики, там что-то это, сам спрашивают, там что ты занимаешься, рассказываешь, и реально это находит большой вытклик, потому что многие, именно вот, в эпоху ковида испытали на себе, чтобы выизоляться, соответственно, многие сейчас идут онлайн, и тима реально, она животрепещущая. Вот, тем более, когда есть, есть что показать, есть результаты, и понимаешь, что ты делаешь, понимаешь, что у человека, как бы, ну, как бы, именно если берем мы, именно инвестирование, ну, не такое долгое, да, потому что на спекуляции, понятное дело, не у всех, к сожалению, получается, у кого-то получается, у кого-то получается, то с инвестированием, как бы, не знаю, я пока еще не видел, чтобы что-то было такого прям плохого. Да, понятное дело, могут быть определенные просадки, если тщательно первое, во что инвестировать, опять же, хеджи определенно делать, соответственно, таких вещей можно, где-то избегать. Вот, поэтому, я еще раз приглашаю всех посмотреть, сейчас там сайт, пока что, он такой вот именно, только вот функционал по регистрации, там пару роликов добавлено, вот, ну, именно такое, такая рыба сделана, что называется, но сейчас это все будет выполняться, и степенно там и нормальный дизайн, и все как надо, то есть, именно, чтобы все было, чинно было, народно, я понял, я понял, я понял, я понял вас, Александр, спасибо вам большое, я так понял, что если у людей есть интересные предложения, можно их вам направлять, конечно, да, я, потому что, есть люди, я понял, я, вот, так что, я понял, я, я понял, хорошо, Александр, поняли вас, спасибо вам большое, спасибо вам большое, за рассказ о вашем новом проекте, я всегда очень рад, когда новые проекты начинаются, вам успешной торговли, хорошего дня, и ждем вас вместе с вашим коллегой Артемом в понедельник, 10.30, для более подробного рассказа по этой теме. Спасибо, хорошего дня.